Сегодняшняя тема – возможности фитотерапии и натуропатии при женском бесплодии. Многие могут сказать, сейчас время высокотехнологичных репродуктивных технологий, а фитотерапия – это прошлый век. Ничего подобного, не умаляя современных достижений, могу сказать, что фитотерапия может быть более физиологичным вариантом улучшения фертильности. Не всегда современные репродуктивные технологии могут быть эффективны. Более того, у этих технологий есть свои побочные эффекты. Моя особенность и мой специальный взгляд на натуропатию фитотерапии – это поиск биологического смысла физиологических процессов в организме человека. Пускай это и звучит немного сложно. Итак, по современным представлениям, в трех случаях фитотерапия при женском бесплодии может быть эффективной. Первый пункт – когда бесплодие вызвано эндокринными нарушениями. Это происходит почти в 40% всех случаев бесплодия. Второй пункт – когда бесплодие связано со спальченными процессами в маточных трубах. По статистике, примерно 20-30% случаев. Третий пункт – когда стандартные методы диагностики не выявляют причин заболевания. Называется это бесплодие неясного происхождения. Устанавливают, когда при всестороннем обследовании обоих партнеров не выявляется никаких причин для бесплодия. Оба партнера здоровы, но беременность не наступает. Эта ситуация довольно распространена. Около 15% всех бесплодных пар и связана с невозможностью определить все патологические патологии репродуктивной системы средствами современной медицины. Четвертая причина – иммунологические факторы, которые играют роль примерно в 20% случаев. Я перечислил классические азбучные учебные представления о причинах бесплодия. Но это слишком поверхностные представления, поэтому не переключайтесь, досмотрите ролик до конца, так как я дополню его достаточно редкими и малоизвестными фактами. Сегодня об этом расскажу более подробно. Меня зовут Александр Зимин, я доктор натуропатии, представитель России и его Всемирной Федерации Натуропатической Медицины. Итак, начну с официального определения Всемирной Организации Здравоохранения. Бесплодным считается брак, в котором у жены не возникает беременности в течение одного года, при условии, что супруги находятся в детородном возрасте. В дополнение к имеющейся классической классификации причин бесплодия добавляют некоторые особенности, которые являются малоизвестными. Итак, факт номер один. Микро- и макроэлементозы и авитаминозы и возникновение беременности. Хотелось бы отметить такой факт. Гормоны в женском организме синтезируются из еды, в частности, полезные жиры и холестерин – это предшественники гормонов, а микро- и макроэлементы – это участники метаболических процессов. Отсюда важный вывод. Иногда элементарный недостаток микроэлементов и биологически активных веществ из пищи может способствовать бесплодию. Другими словами, микроэлементозы и авитаминозы могут играть существенную роль. Так, мне известны случаи, когда применение 200-300 мл. филе алоэ ежедневно устраняло бесплодие. Вид алоэ барбаденсис наиболее известен и широко используется. Следующий важный пункт. Чрезвычайно важен витамин Е и токоферолы. Недаром витамин Е называют еще и половым витамином. Это полезные жиры. Полиненасыщенные жирные кислоты самым непосредственным образом участвуют в половой функции, так как просто-напросто являются структурными предшественниками половых гормонов. Факт номер два. Анатомические особенности и положение матки. На это часто не обращают должного внимания акушеры и гинекологи. Матка находится в фиксированном таком особом положении. И многие, даже гинекологи, упускают из вид этот важный факт. Матка может отклоняться кпереди, антиверзия, и кзади, ретрофлексия. Латерофлексия – это отклонение матки вбок, вправо или влево относительно оси, в сторону одного из яичников. Итак, нарушение положения матки может быть связано с гинекологическими операциями, абортами, грубым осмотром гинекологическим и многими другими факторами. У вас возникает закономерный вопрос, какое все это отношение имеет к фитотерапии? Ответ состоит в следующем. Нарушение положения матки связано со слабостью связочного аппарата. Именно связки фиксируют матку в определенном положении. Слабость связочного аппарата может быть врожденной или приобретенной. Так вот, многие травы содержат органические кремнии. Например, хвощ полевой, разные виды горцев, а также есть жидкие формы. Фармацевтическая промышленность производит эти жидкие формы кремния, которые могут улучшить состояние соединительной ткани, укрепить ее. Вот благодаря такому механизму можно повоздействовать на причину. Факт 3. Технические особенности сексуальной жизни. Другими словами, важно стремиться к наличию оргазма у женщины, так как при нем идет сокращение гладкой мускулатуры матки и выталкивание слизистой пробки в шейке матки. Это улучшает проходимость сперматозоидов. Факт номер 4. Эндокринные факторы бесплодия. Первое. К эндокринным факторам бесплодия относится синдром поликистозных яичников. Гиперпролактиномия, дисфункция яичников, недостаточность второй фазы цикла, повышение андрогенов, снижение функций щитовидной железы. Это такие обширные темы, которые не могут поместиться в этот ролик. Более того, это очень специфические медицинские темы. И только после полного обследования у гинеколога возможно обращение к фитотерапевту, когда уже установлено, какие же конкретные нарушения эндокринного баланса происходят. Подчеркну, что почти у каждой второй женщины гормональный баланс нарушен. Более того, вряд ли существует идеальный эндокринный баланс. Те или иные нарушения существуют у каждой женщины. Просто они не проявляются и никак не ощущаются организмом. Итак, общий подход фитотерапии состоит всего лишь в двух подходах. Первое. Это усиление эндокринной функции или ослабление ее подавления. Это принцип больше-меньше. Практически это принцип восточной медицине. Инь, янь и так далее. Первое. Усиление эндокринной функции. В растениях содержатся вещества, обладающие эндокриноподобными свойствами. Они способствуют активации выработки собственных гормонов. Это группы растений адаптогены. Другие растения это полынь, прострел луговой, семена подорожника, некоторые полисахарид, содержащие растения. Второй фитотерапевтический подход это подавление эндокринной функции. Подавлять необходимо только тогда, когда эта функция избыточна. Например, много метаболитов эстрогенов в организме. Также есть травы, которые обладают андрогеноподобным действием. Следовательно, они подавляют избыток эстрогенов в женском организме. Этот избыток в основе миомы лежит, гиперплазиндометрия, кисты яичников. За большими доказательствами не приходится обращаться. В любом магазине спортивного питания стоят якорцы, стелющиеся, или другое их название трибулус. Он содержит стероидные сапонины. Что значит стероидные? Это те, которые обладают эндокриноподобным действием, повышают тестостерон. Но просто эта трава получила широкую известность, была изучена. Нам она нужна наряду с целым рядом других андрогенных трав для подавления эндокринной функции в процессе лечения эндокринного бесплодия. Следующий важный фактор – функции печени и метаболизм гормонов. Известно, что распад и деградация гормонов происходит в печени. Поэтому для регулирования гормонального фона используются растения с гепатопротекторами и функциями. Они чрезвычайно важны. Часто именно метаболиты эстрогенов могут иметь повреждающее действие больше, чем сами эстрогены. Понятно, что метаболиты эстрогенов нельзя определять в сердце крови. Но их клинический эффект мы видим в виде увеличения мематозных узлов и других болезненных состояний. Более того, многие окружающие нас химические вещества – ксеноэстрогены – обладают стимулирующим действием на эндокринную функцию. Поэтому необходимы травы с гепатопротекторами действием. И они ответственны за перевод этих токсических веществ в водорастворимую форму и выведение их из организма. Тем самым мы избавляемся от избытка чужеродных эстрогенов, которые вмешиваются и мешают функционированию организма. Итак, видео получилось достаточно долгим, во многом достаточно сложным. Но в следующем видео речь пойдет о фитотерапии при трубно-перитенеальном бесплодии, какие подходы у фитотерапевта имеются. Оставляйте несколько комментариев под видео, делитесь своим мнением по поводу сегодняшней темы и по возможности оставляйте лайки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...